Теперь мы проследуем в коридор, как сделать ремонт так, чтобы потом меньше убираться. Мы используем супер классный кронштейн, сделанный из банок с горбушей. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room! Мы вас с Zephyr очень рады видеть, у нас в гостях, и сегодня вам расскажем про нашу квартиру. Меня зовут Маша, я 10 лет работаю в рекламе, а еще немножко дизайнер. И сегодня я вам расскажу, как переделать неудобную планировку в очень классное эргономичное пространство. А также дам несколько советов, как сделать ремонт так, чтобы потом меньше убираться. Мы находимся в новостройке в Измайлово, квартира 70 метров. Здесь живу я, мой муж, полуторагодовалый сын и Zephyr. Изначально это была бетонная коробка, но в центре несущая конструкция со всеми коммуникациями. И все, что нам оставалось сделать, это просто придумать, как обыграть такую странную штуковину посередине квартиры. Нам повезло с потолками, их высота более 3 метров. Это очень круто и одно из главных преимуществ этой квартиры. Ничего лучше не удерживает цвет, чем белый цвет. Более того, белый цвет классный, потому что на нем не видно никаких разводов, а я ненавижу разводы. Соответственно, сразу решила, что основная часть квартиры будет белая, потому что это просто практично, светло и красиво. Если говорить про стиль, его очень сложно определить. Не знаю, пусть это будет эклектика, но на самом деле мы просто хотели с мужем сделать, чтобы было дешево, сердито и нам нравилось здесь жить. Ну а как у нас это все получилось? Пойдем смотреть. Ну а теперь небольшой блок с действительно полезной рекламой. Ремонт – непростая задача, особенно для дизайнеров-самоучек, как я. Но создание собственного интерьера приносит настоящее удовольствие, а для некоторых становится любимой работой. Зарабатывать на том, что нравится – непривычно, особенно когда слышишь «работа – это просто работа» или «выбирай профессию понадежнее». Образовательная платформа «Нетология» предлагает отбросить навязанные убеждения и слушать себя. Если хотите преображать пространство, то курс дизайнера интерьера для вас. Здесь научатся создавать стильный дизайн проекта, коллажи, рассчитывать мету и делать презентацию дизайна. Большую часть обучения занимает практика, результат – умение работать в дизайнерских программах и пять готовых дизайн-проектов в портфолио. Регистрируйтесь на курс дизайнера интерьера по ссылке в описании, а по промокоду INMYROOM вам сделают скидку 45% на этот и любые другие платные курсы «Нетология». Это не то, что от вас ждут другие, не то, что было раньше. «Нетология» – то, что нужно именно вам. Ну, давайте начнем сразу с кухни и сразу выдам первые лайфхаки по тому, как сделать так, чтобы не пришлось убираться. Стены у нас белые, это обои под покраску. Краска влагостойкая для влажных помещений. Я ее тру просто обычной губкой для посуды и даже с моющими средствами. Ничего и не бывает, разводов не остается, просто волшебство. На полу у нас ламинат. Это тоже супернеубиваемое покрытие, на него можно все разливать, разбивать. Перейдем непосредственно к гарнитуру. Самая дешевая киевская столешница из ДСП стоит, по-моему, порядка 6 тысяч рублей. Но выглядит очень достойно, и даже многие друзья думают, что она сделана из натурального дерева. Очень удобно, тоже моется. Я часто режу даже без доски, и ничего с ней не случается. А гарантия IKEA еще и помогает, если что, все поменяет. Фартук это скинали из стекла. Здесь такой рисунок, разводики для того, чтобы правильно вытирать губочкой и не бояться, что останутся разводы, потому что они будут сливаться с этими разводами. И также можно не переживать за чистоту поверхности. Тоже очень практично. Здесь такая черная колонна вытяжка, варочная панель тоже черная, и духовой шкаф черный. Давайте сразу расскажу про хранение. Сначала идет встроенный холодильник с морозильной камерой, но фрост, позвольте, не буду открывать. Здесь у нас мусорка для неперерабатываемого мусора, для перерабатываемого мусора. Фильтр для воды. Обратный осмос, очень качественная вода. Посудомойка небольшая, 45 см шириной, но это более чем достаточно для нашей семьи. Бутылочница, которая у нас используется для всего подряд. Удобные простые ящички с кастрюльками, мисочками и так далее. Всего немного, но достаточно для хранения. Наверху у нас фасады, которые мы заказывали отдельно, с таким интересным орнаментом к точке зрения хранения. Ну, очевидно, на дыраковины здесь посуда. Посуда вся очень простая, тоже большинство просто икеевская. Но за счет того, что она вся светленькая, голубенькая, мне кажется, выглядит очень симпатично и создает ощущение порядка, даже когда его нет. А, соответственно, ну, в этом шкафу крупы и всякая снедь тоже очень удобно, когда все пересыпаешь в баночки. Да, за стеной как раз и есть эта та самая несущая конструкция со всеми выводами и водостоком, которую мы не могли двигать. Мы не стали переносить мокрую точку, оставили ее на месте. Решили тоже не загромождать шкафами, чтобы сохранить воздух и цвет в помещении. Повесили полочку и дополнительная зелень всегда очень освежает и облегчает пространство. Дальше повесила тоже собственного производства. Рамочки с нейтральными изображениями, которые частично повторяют орнамент фасадов и пола и объединяют два пространства. Подоконник сделан из дерева, так как ДСП было страшно, что он долго не переживет перепады температур. Держится отлично, он тоже немножко пестренький, чтобы на нем не видеть пыль. И вечером иногда мы проецируем фильмы, смотрим прямо на стене кухни, которая белая, ровная. На ней отлично можно смотреть вообще все, что захочешь и проводить так романтично вечера. Стол круглый, раздвижной элемент. Стену около стола дополнительно защищает холст с такой некоторой абстрактной мазней, назову это так, которую делала сама. Да, на ней также теряются все брызги от еды, и мы не боимся замарать стену. Спокойно едим, творим, крушим, и я не переживаю, что ребенок все разбрасывает. Тоже очень удобно, и мне кажется, выглядит симпатично, делает дополнительный акцент на обеденной зоне, ее как-то выделяет. Потолок здесь натяжной, белый, делали для экономии сроков и бюджета. Возможно, это не лучшее решение, когда белые стены, белый потолок, здесь все-таки виден шов, но за счет того, что, ну, как бы, как-то минимальный порожек, да, если не обращать на это внимания, в принципе, в глаза не бросается. Но если бы я делала заново, я бы все-таки делала гипсокартон и все покрасила бы в один цвет, мне было бы с этим жить спокойнее. Над кухней сделана такая крышка с дополнительным освещением. Ну что, пойдемте дальше. Может быть, кстати, здесь самый момент еще рассказать про наши плинтусы. Они серого цвета, это тоже сделано осознанно, на этом цвете не видно пыли и, опять-таки, шерсти собаки такого же цвета у нас и двери. Это тоже очень удобно, потому что их не нужно протирать, все время мыть и переживать, что они загрязнятся. Ну вот, пока я болтала, мы как раз и дошли до такой лаунж-зоны, зона отдыха, релакса, зимний сад. У нее много названий, мы все время ее тоже называем по-разному. Здесь у нас удобное кресло, много зелени, ничего лишнего. На всякий случай телевизор, если вдруг его захочется посмотреть, но на самом деле мы им почти не пользуемся, поэтому к нему, в принципе, и не повернута вся композиция. Пол, он антискользящий, да, поэтому мы не боимся тоже, если разольем воду или еще что-то, что кто-то подскользнется. Очень удобно. Здесь, наверное, стоит дополнительно обратить внимание на стыки. У нас здесь сделан ровный пол, да, стык-встык плитка к ламинату. И, с одной стороны, это классное решение, а с другой стороны, это большой косяк, потому что нельзя делать ламинат стык-встык плитки. Он из-за этого очень сильно скрипит в тех местах, где разъезжается. Здесь у нас есть еще одна зона хранения, которая, по факту, она сливается со стеной. Сложно ее заметить. Она открывается, да, нажатием вот так. Немножко прячется дверь за спинку кресла специально, чтобы, опять-таки, не было никаких горизонтальных отвлекающих полос, чтобы не выдавать этот скрытый шкаф. Вентилятор прекрасный, деревянный. Он перекликается по модели, по форме с вытяжкой, которая на кухне. При этом, да, завершает какой-то образ этой зоны, превращает ее в такой небольшой тропическую веранду, может быть, даже, да, назовем это так. А летом, когда жарко, мы его включаем, и он отлично прогоняет воздух через всю квартиру, да, забирая воздух как из окна, если нужен, так и от кондиционера. Очень удобная вещь, хотя редко используется в интерьерах, как мне кажется, но зря. Можно вот красиво обыграть, будет очень функционально. Отдельно хотела бы обратить внимание на кресло. Оно такого горчично-желтого цвета, дополнительный цветовой акцент, да, чтобы весь интерьер не превратился в бело-зелено-бежевое какое-то месиво. Очень удобно здесь сидеть, отдыхать. Аналогичное кресло вы можете приобрести на Marketplace InMyRoom. И не забывайте подписываться на YouTube-канал InMyRoomTV. Там можно найти много интересных и полезных видео, в том числе с милейшими собакенами. А если вы хотите стать героем InMyRoomTV, присылайте вот на эту почту фотографии своего готового интерьера и небольшой рассказ о нем. Ну, теперь давайте проследуем дальше, в спальную зону. Ее отделяет вот такая прекрасная большая перегородка. Она создает, да, тоже, может быть, не закрывает никакой свет, что и неплохо. Зато точно отделяет пространство. Она большая, красивая, я не знаю, белая. И на самом деле вполне практичная, не требует никакого к себе дополнительного внимания. Но при этом сама по себе стала таким большим и красивым элементом декора. Здесь важно сказать, что на этапе черновых работ важно сделать закладную. Так как это большая, тяжелая конструкция, да, нужно, чтобы она на чем-то держалась. Соответственно, это, к сожалению, не дешевое решение. Я была возмущена тем, сколько может стоить просто кусок металла со стеклом. Но я считаю, что его стоит. Иногда нужно немножко раскошелиться, чтобы было красиво. Здесь у нас кровать, как можно обратить внимание. Она большая, так как мы привыкли спать в повалку. Дополнительно здесь стоит детская кроватка. А для того, чтобы ее выровнять в уровень к кровати, мы используем суперклассный кронштейн, сделанный из банок с горбушей. Рядом стоит тумбочка, которая когда-нибудь переедет на свое правильное место. Она сама по себе тоже зеленая, сливается с интерьером, не является каким-то отдельным контрастом данной комнаты. Соответственно, здесь небольшое рабочее место для главы семьи. Деревянный стол, сделанный на заказ. Делали у наших друзей специально по моим чертежам. Дополнительно эту зону отделяет вот такое тоже самодельное дерево из проволоки. Тоже делала сама. Оно классно вписывается в интерьер и перекликается с лаунж-зоной с растительностью, которая там. Комната довольно темная, да, потому что это спальная зона. Она не предполагает того, что здесь будут какие-то активности. Поэтому рискнула и сделала изумрудного цвета обои. На стенах у нас вот такие высокие радиаторы сделаны. Но по факту мы их не включаем, потому что в комнате и так достаточно тепла от теплого пола и от общей температуры квартиры. Вот, но зато и декоративно выглядит достаточно симпатично. Зона хранения. Сделали специальную нишу, да, подстроенный шкаф. Шкаф поделен на две зоны. Пожалуй, открою кусочек своей зоны, да, много полок. Внизу хранится демисезонная обувь разная. А за кроватью сделала такую композицию из ковра. Такой же можно купить на Marketplace in my room. Очень недорогое и стильное решение. И добавила туда три зеркала. Получилось некоторого рода такое небо со звездами. Кондиционер убрали в нишу, да, где дверь. То есть справа у нас получается ниша шкафа, слева батарея. А когда ты лежишь на кровати или там сидишь на рабочем месте, его не видно, он не раздражает. При этом он отлично прогоняет воздух через комнату и дальше в коридор, который мы как раз сейчас и проследуем. Теперь мы проследуем в коридор. Слева у нас как раз находится несущая конструкция, которая стала главной фишкой нашего интерьера и позволила сделать круговое движение в нашей квартире. Еще одна, да, фишка такая, что у нас здесь спрятан некоторый хозблок, назовем это так. В том числе здесь стоит стиральная машина, да, непривычно на кухне и не в ванной, а в коридоре мы сюда протянули выводы, что оказалось очень удобным, потому что она также спрятана, да, и не мешает глазам и территории зефир. Аккуратней, пожалуйста. Также в коридоре находится по факту единственная открытая зона хранения, да, как мы помним, я избегаю всего, что собирает пыль. Вот это, к сожалению, собирает пыль, но это коридор, поэтому пыли немного. И здесь у нас стоят просто какие-то памятные сувениры, детальки. Здесь изначально была одна несущая балка, мы к ней в пару добавили еще одну, для того, чтобы как-то объяснить наличие этой, так как не хотелось опускать потолок. И повесили три одинаковых светильника, таких полупрозрачных. И теперь несколько слов о хранении во входной зоне. Слева у нас шкаф, да, для верхней одежды, снизу может стоять также обувь. Здесь же спрятаны щитки, наверху роутер, полочка для шапок, которые закинул, а потом уже убрал на место, если нужно. Очень удобный пуфик, такой можно купить на InMyRoom. Здесь хранятся вещи зефира, вот он узнает уже свой поводок. Посмотрим еще один шкаф. Он также сделан в виде зеркала такого встроенного, да, как и предыдущий. Соответственно, здесь у нас лежат шарфы, шапки, какие-то кофты, сумки и так далее. Два ящика для мелочевки и отдельная зона хранения, специально предусмотренная для гостевых складных стульев. Дальше мы опять проходим кухню и доходим, наконец-то, до детской. Самое большое помещение в нашей квартире, единственное изолированное. Мы отдали его сыну. Комната большая, светлая, очень удобная форма. Мы ее оставили той, какая она есть. У ребенка все время меняются потребности, за ними нужно поспевать. Поэтому в этой комнате нет ни одного предмета мебели, который был бы закреплен к стене. Все мобильно, передвигается. С точки зрения хранения игрушек, да, это такая небольшая зона, очень эргономичная. Все игрушки в доступе ребенка, да, это очень важно для его развития. Соответственно, много книг. И также для сохранения комнаты в чистоте, чтобы ее не захламлять, мы в последнее время стали пользоваться сервисом той-шеринга. Очень удобно. Берешь игрушки, с ними ребенок играет, а через месяц или два, например, их можно отдать, да, и не болит голова, куда их дальше девать, выбрасываете и не захламляет пространство. Нам очень нравится и позволяет сохранять комнату в чистоте. С точки зрения отделки здесь все просто. Нейтрального цвета моющиеся обои, большой диван. Это удобно, когда приезжают гости, они могут остаться, он раскладывается. Ребенок, по факту, здесь практически никогда не спит, да, но в дальнейшем понятно, что придется перепланировать этот момент. Пройдем в наш большой санузел. Сразу про отделку. Керамогранит на полу, такой же на стенах. Серый, пятнистенький, рябой. На нем, опять-таки, не видно шерсти, не видно разводов от воды. Не переживаешь, да, за чистоту и спокойно пользуешься. Что здесь еще интересного рассказать, это то, что большая часть санузла, это стены под покраску, а также влагостойкая матовая краска голубого цвета. В цвет стен также выкрашен потолок. Это объединяет все пространство и делает, как мы шутим с мужем, такое маленькое уютное болотце, в котором ты отмокаешь и расслабляешься, когда там лежишь в ванной. Раковина, тумбль делали наши друзья. Сделана она, если я не ошибаюсь, из лиственницы. Большое зеркало с подсветкой. Еще там буквально пару слов про свет. У нас здесь навесные такие светильники, которые напоминают пузырики, на мой взгляд. Да, и от стандартного потолочного точного освещения мы отказались. Если его, в принципе, оно и не нужно. Полотенцесушитель электрический, белый. Встроенная душевая система. Крана нету. Мы от него отказались, так как поняли, что по факту никогда его не включаем. И душа достаточно для того, чтобы наполнить ванную. А тропический душ – классное решение, чтобы покайфовать в душу постоять. И кран по факту не нужен. Еще, возможно, интересный момент, да, что длина ванной комнаты – 180 см, длина ванной – 170 см. Поэтому у нас оставался такой зазор в 10 см. Мы его заложили плиткой также. И он используется по факту как полочка для шампуня. В боковой стенке ванны сделан люк со всеми доступами к трубам и стокам. И гостевой санузел. Такой получился у нас колодец. Здесь я попробовала использовать темные стены, потому что где экспериментировать, если не в самом маленьком помещении в квартире? Ну, как бы практика показывает, что действительно темные стены, на них разводы видны. И больше всего времени в квартире я трачу на то, чтобы сделать стены в маленьком санузле однотонными, без разводов. Небольшая раковина. Соответственно, сам унитаз также с инсталляцией. Аналогичная, как и в большом санузле, ничего лишнего. Может быть, из интересного то, что над инсталляцией сделали зеркальный шкаф. Это удобно, когда человек пришел, помыл руки, да, нужно зеркало. Мы его повесили на шкаф, чтобы расширить пространство и добавить света. В шкафу у нас хранится всякий строительный скраб. Даже не знаю, нужно ли это все показывать. Соответственно, шкаф внутри темный, так как санузел темный, здесь особенно видна вся грязюка. Слева у нас большой отсек для стремянки, потому что с нашими потолками без стремянки не выжать. Здесь какие-то оставшиеся стройматериалы. Наверху бойлер, да, для нагревания воды. И тоже остатки краски, если что, где-то что-то подкрасить, подлатать. Но пока нам не пришлось ни разу ими пользоваться. Ну что, надеюсь, вы будете писать комментарии. Я буду с удовольствием на них отвечать. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok